Здравствуйте! В эфире Вестник Северодвинской. С вами Ирада Метенева. Сегодня в выпуске. Проверили гаражные кооперативы. Представители администрации и прокуратуры выявили злостных нарушителей и отличников по чистоте. Начался ежегодный сезон поджигания сухой травы. Только за майские праздники в регионе произошло 21 возгорание. Мир, труд, май. Тысячи северодвинцев встретили день весны и труда. Итальянская классика, неаполитанские песни, русский романс. Голоса знаменитого квартета прозвучали на сцене ЦК и ОМ. Теперь подробнее. Территорию гаражных кооперативов проверили сотрудники прокуратуры и администрации Северодвинска. Цель таких рейдов не наказать рублем, а сохранить экологию и поддержать чистоту. Кто справился с задачей, расскажет Мария Воробьева. Машина, как вторая жена. Гараж, как второй дом. Вот уже 10 лет в этом гараже в ГСК Меркурий чинит, варит и сверлит Василий Рыбалов. Как признается автомобилист, их кооператив небольшой, дружный и чистоплотный. Есть субботники, бывает. Сейчас пока не было, но, наверное, скоро будет. Будем прибирать, где тут все плохо лежит или брошено. Но если чистая, так она и красивая, и хорошая, и в оборудовании не запинаешься, ничего не мешает. Прекрасно просто. Показательная территория Меркурия на контрасте с ГСК темп. Темпы уборки здесь медленные. Хотя владельцев гаражей более полутора тысяч человек. Сегодня в кооперативы повторно приехали с проверкой представители отдела экологии и природопользования администрации города и сотрудники прокуратуры. С последнего их визита, 27 апреля, ситуация не изменилась. До 1 мая дали срок всем председателям, написали обращение, чтобы территория была в порядке. То есть это что значит? Это чтобы контейнеры были вывезены и вся территория приведена в порядок, то есть убрана, то есть была в удовлетворительном состоянии. Ну вот мы сейчас видим, что у нас ГСК темп игнорирует наши требования. В неудовлетворительном состоянии сейчас находятся территории 41 гаражного кооператива. Все результаты проверки переданы в прокуратуру. К настоящему моменту выявлено множество нарушений, допускаемых гаражными кооперативами в указанной сфере законодательства. В этой связи прокуратурой внесено порядка 20 представлений к настоящему времени об устранении нарушений закона. Ну и кроме того, материал проверок будет направлен в Роспотребнадзор Северодвинска для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. От 30 до 50 тысяч рублей может заплатить физическое лицо. Штраф на юридических лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей. Следующая проверка состоится после 9 мая. Кроме повторного визита в ГСК, представители администрации и прокуратуры заглянут в СНТ. Проверят, как поддерживается чистота территорий. Мария Воробьева, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. 9 тысяч деревьев для 15 городов России. Социальную акцию «Аллея славы» ко дню победы организовал один из подмосковных питомников. Победители определятся путем интернет-голосования до 9 мая 2018 года. Сейчас Северодвинск находится на седьмом месте среди городов с численностью населения до полумиллиона. У города Корабелов больше 5 тысяч голосов. Буквально за сутки 2,5 тысячи голосовало, начинали с 25 человек. Это возможность получить тысячи деревьев бесплатно. Такой серьезный конкурс до 9 мая общероссийский. При активном участии жителей нашего города Северодвинск может стать победителем. Необходимо зайти на сайт «Аллея славы.рф», выбрать свой город, авторизоваться через любую соцсеть, выбрать понравившиеся растения. Победители объявят ко дню победы. Начался ежегодный сезон поджигания сухой травы. За майские праздники в регионе произошло 21 возгорание. Огнем выжжено более 6 гектаров. Эти кадры снял очевидец. В Северодвинске сухую траву подожгли на улице Чеснокова. В праздничные дни похожее возгорание произошло и за торговым центром «Сити». Огонь быстро ликвидировали пожарно-спасательные подразделения. Однако такие умышленные поджоги могут обернуться трагедией. Прежде всего хочу обратиться к родителям, у которых есть дети подросткового возраста, непосредственно провести с ним определенную работу, пояснить, что это представляет соответствующую угрозу, опасность для имущества и для людей прежде всего. Напомним, запрещается разводить костры и выжигать сухую траву в районе населенных пунктов. За это предусмотрена административная ответственность. Сотрудники ГИБДД подвели итоги акции «Трезвый водитель». На этот раз работали по системе «Коридор». Без внимания не остался ни один водитель. Акцию «Трезвый водитель» усовершенствовали. Чтобы поймать нарушителей, сотрудники ГИБДД создали целый коридор. В Архангельске такая система регулярно, в Северодвинске используется впервые. Такой коридор на Морском проспекте позволил одновременно останавливать больше десятка машин. Нарушать в Северодвинске реже не стали. За майские выходные оформлено 585 протоколов, из них 26 за вождение в нетрезвом виде. Грубые нарушения присутствовали, такие как без права управления, лишенные права управления, перевозка детей. Также обращалось внимание по проезду нерегулированных пешеходных переходов водителями. То есть предоставление преимущества в движении самим пешеходам, которые переходят в проезжую часть. За пьяное вождение предусмотрено лишение прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Трое водителей садятся за руль под шофе не в первый раз. Для них наказание будет суровее, вплоть до уголовной ответственности. А теперь о прогнозе погоды на завтра. С ним нас познакомит Ольга Савинова. Неделя завершится теплой и комфортной погодой. Здравствуйте! Вас приветствует Небесная канцелярия. В воскресенье 6 мая, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью 2 градуса тепла, днем 8. Ветер юго-восточный, слабый 2 метра в секунду. Облачно, без осадков. Атмосферное давление практически неизменно 762 миллиметра ртутного столба. В народном календаре 6 мая, день Георгия Победоносца. С этого дня активно занимались полевыми работами и наблюдали, если погода теплая, скоро наступит лето. На этом все. До встречи! За сохранение государственной гарантии северянам, доходам россиян реальный рост. С такими лозунгами 1 мая на демонстрацию вышли трудящиеся города. Начался праздник весны и труда с шествия по проспекту Ленина. Сотрудники городообразующих предприятий, администрации города, ветераны, студенты, представители политических партий и общественных организаций. Более трех тысяч человек в одной колонне. Это традиционное первомайское шествие. С транспарантами, плакатами, шарами северодвинцы прошли по проспекту Ленина. Так город Корабелов встретил день весны и труда. Спасибо, люди, что вы работаете и трудитесь на благо нашей родины и нашего любимого города Северодвинска, которому в этом году 80 лет. Ура! Первомайское шествие – это не только демонстрация достижений города, но и общий праздник, когда каждый ощущает свое единство с товарищами, коллегами. Я считаю, что это важно. Это важно. Это сплоченность. Люди как-то становятся и добрее, и сплоченнее, и отзывчивее. А сейчас все-таки стали мы жить лучше. За мир, дружбу и любовь. Сотрудничество со всеми странами и с нашими людьми. За сохранение государственных гарантий северянам, доходам россиян – реальный рост, установить мрот выше прожиточного минимума. 1 мая северодвинцы высказали свои требования и пожелания на площади Победы. Ни для кого не секрет, что минималку получают и сторож, и помощник воспитателя, и повар, да и педагог, работающий на норму. А все премии съедают мрот. Средняя зарплата педагогов растет, но финансов для ее выплаты выделяется недостаточно. И образователям и учреждениям в который раз предлагают оптимизироваться. Сегодня это как раз тот день, когда нам необходимо власти и профсоюзам протянуть руки друг к другу, обозначить острые вопросы и постараться их решать в естественном месте, без критики, невозможное движение вперед. И сегодня мы, конечно, стараемся сделать так, чтобы наша жизнь была более достойной, а наши зарплаты соответствовали тому географическому положению, в котором находится непосредственно город Северодвинск. Требования трудящихся, обращенные к региональной и федеральной власти, вошли в резолюцию митинга. Мария Воробьева, Семен Цемигурин, Вестник Северодвинска. Спонсор рубрики магазин «Огонь, вода и разные трубы». Печное литье, дымоходы и сантехника по выгодной цене. Строите дом или печь? Успейте купить по выгодной цене печное литье, дымоходы, сантехнику, профлист, трубы, черепицу, кирпич. В магазинах «Огонь, вода и разные трубы». Звоните 47 93 00. Четыре выпускника Академии хорового искусства имени Свешникова. Четыре голоса, очаровывающие публику. В Северодвинске выступил один из самых элегантных коллективов страны – группа «Кватра». Тот случай, когда на месте просто не усидеть. На концертах группы «Кватра» зрители не только поют, но и танцуют. В Северодвинске вокалисты представили песни российской эстрады, неаполитанские и итальянскую классику. Мы с огромным удовольствием поем песни, с которых мы и начинали, и поем что-то новое, вставляем каждый раз. Для нас это большое счастье. Вокальная группа «Кватра» создана в 2003 году. Особая популярность пришла к коллективу в 2009-м, когда музыканты вошли в тройку лидеров национального отбора музыкального конкурса «Евровидение». В Северодвинск музыканты приехали уже в третий раз. Своё тёплое гостеприимство северная публика демонстрировала после каждого номера. Шквалом аплодисментов. Молодцы! Молодцы! Мы каждый раз очень рады сюда приезжать, потому что это огромное счастье, когда ты отдаёшь со сцены и аккуратно принимаешь гораздо больше. Это очень приятно. Когда женщины сидят вот так, смотрят, слушают, ты понимаешь, что у тебя есть непосредственные контакты, тебя как бы впитывают люди. Это невероятно, особенно у того, что публика. Она очень избирательная, кстати говоря. Сначала так слушали, смотрели, а потом прям вот. То есть не просто так вот такая добрая, прям сразу всех принимает. Нет. А как поёт хорошо публика. Да. Очень хороший концерт, репертуар хороший, голоса хорошие. Я вообще очень довольная. Италия. Испанские песни. Мужчина Макомаева. Такая резкость. Голоса сильнейшие просто. И красивые мужчины. 11 мая голоса этих красивых, русских и талантливых мужчин прозвучат в Америке. Мария Воробьёва, Павел Пунонов. Песник Северодвинска. У Вечного огня вспоминали героев Великой Отечественной войны. Два солдатских медальона, уроженцев Архангельской области, переданы родственникам. В 2017 году прах Тимофея Григорьевича Кошелева обрел покой в Медвежегорском районе Республики Карелия. А сегодня именно медальон бойца поисковики Северодвинска торжественно передали родственникам. Второй медальон Степана Павловича Фомина отдали двоюродной внучке из Онеги. Солдат погиб в боях за Карелию. Когда я родилась, бабушка была уже в большом возрасте, она 10-го года рождения. То есть я ничего не слышала и не знала. Ей было тяжело это вспоминать. Контакт помог во всем. Была запись, что ищем родственников Фомина Степана Павловича. Я бы туда не зашла, если я не знала, откуда у нас бабушка. Я знаю, что у нас бабушка в деревне Мондино. Я зашла. И потом уже все, там уже вся подноготная была. Фомин Степан с города Онеги. Он был найден в 17-м году в мае месяце поисковыми отрядами с Великого Новгорода и с города Москвы нашими коллегами. Нам уже был передан медальон для экспертизы. Вот уже ребята, наши северодвинцы, значит, его смогли расшифровать. Бойца Степана Фомина похоронят завтра в 11 часов на воинском кладбище в Онеге. В Архангельской области на воде без вести пропал молодой человек. Рыбак решил спасать лодку. На реке Вель четверо мужчин вывалились на вираже из лодки. Трое, включая владельца плавсредства, поплыли на берег и спаслись. Четвертый поплыл за ней вниз по течению реки. Больше его никто не видел. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики – строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». Только в мае скидка на квартиру до 19%. Больше размер – больше скидка. Только в мае покупая квартиру в «Аквилон Инвест» вы получаете скидку до 19%. Чем больше размер квартиры, тем больше выгода. Звоните 52400. «Аквилон Инвест». Мы работаем без выходных. В Северодвинском кафе незаконно продавали крепкие алкогольные напитки. В заведении на Бутомы прокуратура совместно с Роспотребнадзором и полицейскими нагрянула в январе. В ходе рейда установлено, 28-летний предприниматель из Архангельска продавал горячительные напитки без лицензии. В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель приобретал алкогольную продукцию в торговых точках на территории Северодвинска, специализирующихся на реализацию алкогольной продукции. Реализовывал данную продукцию в два раза дороже, чем приобретал. Алкоголь изъяли для дальнейшего уничтожения. Предпринимателю назначен штраф 100 тысяч рублей. Областной суд оставил в силе приговор Северодвинского городского суда по делу Евгения Ахалтурина. Напомним, бывшего замначальника управления муниципального жилфонда признали виновным в получении взяток. Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Тело 32-летнего мужчины найдено на юбилейной 7 в Северодвинске. По данному факту возбуждено уголовное дело. На теле мужчины следователи обнаружили многочисленные побои. Задержан подозреваемый, знакомый потерпевшего, хозяин квартиры. По предварительным данным, после совместного застолья между знакомыми возник конфликт. Подозреваемый избил оппонента, последний скончался на месте происшествия. Изначально из версий было, что потерпевший сам пришел к нему домой, и уже якобы где-то на улице получил телесные повреждения, пришел к нему в квартиру и там скончался. Но уже когда начали проводить оперативные мероприятия и следственные действия, мужчина осознался, что между ними был конфликт, и он все-таки, так скажем, он избил потерпевшего. Конфликт между мужчинами слышали соседи. Подозреваемый под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Северный рабочий. Газета всех поколений. На все времена. Оформить подписку можно в любом почтовом отделении, в киосках Роспечати, в редакции газеты, улица Южная 20 и в магазине «Росич». 63-я первомайская легкоатлетическая эстафета на призы администрации Северодвинской газеты «Северный рабочий» подарила нам две настоящие сенсации. На 4-х километровой дистанции соревновалась 61 команда. К сожалению, прохладная погода не способствовала установлению новых рекордов бега. Действительно, в такую прохладную, хоть и солнечную погоду, трудно было рассчитывать на новые рекорды. Зато многочисленные болельщики 63-й первомайской эстафеты стали свидетелями очень увлекательной борьбы на дистанциях. В двух забегах исход противостояний и вовсе стал сенсационным. Мужская команда «Севмаш», не знающая горечи поражений 11 лет подряд, в этом году выступала без своих признанных лидеров Александра Перевалова из-за травмы и Дмитрия Фалева, который перешел в команду «Звездочка». На 9-м этапе три коллектива физкультуры претендовали на первое место, но в финишном створе золотые награды выиграли спортсмены спецуправления Федеральной противопожарной службы номер 18, серебро завоевал «Севмаша», бронзу, фитнес-клуб «Велнос». Почему это произошло? Как-то специально готовились, либо подоспела какая-то смена? Как это все? Объясните. В этом году более грамотно по этапам подошли расстановки, подумали, на какой этап лучше поставить. Может быть, это и было ключевым моментом нашей победы. Среди женских коллективов физкультуры легкоатлетки «Севмаш» побеждали 12 лет подряд и зачастую финишировали в гордом одиночестве. Забойщица команды «Велнос» Елена Перова выиграла первый этап. Задала такой темп, что к середине эстафеты ее подруги лидировали с очень большим отрывом. Спортсменки «Севмаша» нашли в себе силы и догнали конкуренток, но финиш все равно остался за фитнес-клубом «Велнос». Третьими прибежала команда «Звездочка». Тренировались, готовились, очень долго хотели победить. И вот, наконец-то, получилось в этом году. «Севмаш» боролись, наступали на пятки, но все же мы смогли. Как-то не видно радости-то особо. Нет, я очень рада. Наконец-то победили «Севмаш». Все отлично. На этот раз золотые медали «Севмашу» принесли лишь ветераны. Серебро этого забега досталось команде «Звездочка» и бронза спецуправлению противопожарной службы номер 18. Лучшие результаты среди студентов показали юноши и девушки технического колледжа. Эстафету среди школьников вполне предсказуемо выиграли лицеисты 17-го, обойдя конкурентов из 27-й лингвистической гимназии и учеников 20-й школы. Мне запомнилось все, что я бежал в последний этап, замыкал эстафету. Огромное чувство ответственности и гордости за свою школу. Ну и не испортить, победить, вырвать победу в честной борьбе. Самый быстрый результат на 63-й первомайской эстафете показали девушке 6-й школы 10 минут и 59 секунд. Лишь 10 секунд легкоатлетки уступили собственному рекорду. Елена Аверина в четвертый и последний раз финишировала за свою команду, и девушки 6-й школы в 30-й раз получили золотые награды. Серебро завоевали спортсменки 17-го лицея и бронзу ученицы морской кадетской школы имени Котова. Я очень рада. Сегодня, я знаю, ну, как обычно, наши девочки очень сильно постарались. Каждая вложила свою частичку. Просто, ну, мы все очень рады. Школа с традициями. Вы уйдете, вам на вашу смену придут молодые легкотлеты? Конечно. У нас очень талантливые и трудолюбивые девочки. Так что я думаю, мы дальше будем побеждать. За исключением Елены Перовой, 63-я первомайская эстафета подарила нам новых победителей первых этапов. Ими стали Алексей Зубов, Владимир Яшин, Анастасия Карева, Максим Лаврентьев, Полина Федорцова и Алексей Сажин. Константин Мухин и Семен Самигулин. Вестник. Северодвинска. Два зеркальных периода и третий абсолютно равный тайм. В спортивном зале «Фокси» в Маш состоялся финальный матч открытого чемпионата Северодвинска по флорболу. Золотые медали разыграли команды «Океан» и «Севмаш». Основное время игры не выявило победителя встречи. В декабре 2017-го в полуфинальном матче Кубка главы Северодвинска флорболисты «Океана» потерпели поражение от команды «Севмаш» в послематчевых булитах. Полуфинал Кубка Белого моря закончился также по булитам, но в пользу «Океана» на групповом этапе чемпионата города дружина моряков разгромила молодежь «Севмаша» со счетом 15-7. И вот мы дождались нового противостояния опыта против молодости, тактики и высоких скоростей. Уже на 50-й секунде Владимир Горевских открыл счет. Но через две минуты капитан «Севмаша» Александр Мошкин вернул равенство, правда, ненадолго. Никита Бочаров и Сергей Азов сделали счет 3-1 в пользу «Океана». Во втором периоде молодежь «Севмаша» выстроила волнорез против атак «Океана». На один гол Игоря Кучина подопечные Анатолия Быкова ответили тремя забитыми мячами. Отличился Сергей Гребенщиков и дважды Андрей Бородкин. В третьем периоде соперники поочередно выходили вперед. И при счете 6-5 в пользу «Океана» Дмитрий Рогатых перевел поединок на послематчевые булиты. Четыре дуэли пенальтистов и голкиперов завершились в пользу вратарей. И лишь на третьем булите капитан «Севмаша» Александр Мошкин переиграл Сергея Иворского. Константин Морев мог сравнять счет и продолжить серию булитов. Но опытный голкипер «Севмаша» Максим «Ноубрейт» принес молодежи столь важную победу 7-6. Было ли тяжело физически? Конечно. Что испытываешь с этой победой? Счастья столько не могли выиграть, а сейчас получилось непередаваемые эмоции. Все-таки за счет чего, как ты думаешь? Все-таки молодость взяла опыт за счет скорости, за счет трудолюбия? Да, думаю, из-за этого. Ну и повезло нам по булитам выиграли. Какие эмоции ты испытал все-таки, когда после твоей попытки мяч пересек линию ворот? Ну, мне все-таки кажется, что все равно булиты – это лотерея. Но так как игра полностью была на нашей стороне, я думаю, нам повезло больше. Впечатление на самом деле самое положительное. Финал достойный, я считаю. Команда «Севмаш» в этот раз очень молодцы подготовились, показали хорошую игру. В конце мы уже вели, то есть немножко расслабились. Ничья, булиты. Ну, молодцы на самом деле, то есть показывают хорошую игру. То есть, как вы сегодня видели, то есть молодые игроки, которые действительно сейчас делегируются в сборной области, то есть показывают именно этот уровень. Лучшими игроками открытого чемпионата города были признаны нападающий Сергей Гребенщиков и защитник Александр Мошкин из команды чемпионов. Голкипер Сергей Яворский и самым ценным флорбалистом признали Илью Вишнякова «Оба океан». Константин Мухин и Павел Пунонов. Вестник Северодвинска. На сегодня это все новости. С вами была Ирада Митинева. Всего доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова